Страны по всему миру ограничивают перелеты с Южной Африкой из-за новой мутации коронавируса. Меня зовут Евгений Таганович. Здравствуйте. Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Южной Африке, получил название омикрон и статус вызывающего обеспокоенность. Решение было принято после обсуждения этой мутации специалистами Всемирной организации здравоохранения. Этот вариант обнаружили несколько недель назад, и ученые уже делятся с нами исследованиями и информацией, чтобы мы могли принять новые меры. Что действительно необходимо, так это повысить безопасность. Уже принятые меры как никогда важны. Соблюдать дистанцию, носить маски, следить за тем, чтобы она закрывала нос и рот. Избегать людных мест. А когда настанет ваша очередь, сделайте прививку. Насколько вакцины, способные защитить от омикрона, пока неизвестно. Но специалисты говорят, что в случае заражения прививка уменьшает риск тяжелых последствий. Случаи заболевания этим вариантом COVID-19 уже обнаружили в Азии и Европе. Предположительно, новая мутация быстрее передается, и поэтому десятки стран приостановили авиасообщение с Южной Африкой или ввели запрет на путешествие в тот регион. К ограничениям на поездки готовится Евросоюз США. Накануне в Нидерландах на двух рейсах из Южной Африки выявили более 60 больных коронавирусом. Правда, какой именно штамм ковида у них обнаружили, пока не сообщается. Россия из-за омикрона также ограничит въезд иностранцев из ряда государства. А сами россияне по прилету из них будут проходить тесты на COVID-19. Власти ЮАР назвали меры в отношении южноафриканских стран неоправданными. Многие из стран, которые приняли эти драконовские меры, и сами борются с четвертой волной ковида и всплеском заболевания. Суточные показатели растут и у нас, и мы этим обеспокоены. Однако они намного меньше, чем в некоторых странах Европы, где ежедневный уровень инфицирования достигает 50 тысяч и более. Суд Кемерово арестовал пятерых обвиняемых по делу о взрыве на шахте Листвяжная. Под стражей до конца января останутся директор предприятия и его заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора. Они, по версии следствия, составляли акты о проверке шахты, хотя на самом деле ее не осматривали. Но никто из фигурантов вину не признал. Авария на шахте в Кемеровской области произошла утром в четверг. Большую часть горняков удалось эвакуировать. 46 шахтеров и 5 спасателей погибли. В больницах остаются порядка 60 пострадавших. Сегодня спасатели возобновили поисковые работы. Их ранее останавливали из-за высокой концентрации метана в шахте. В МЧС уже заявили, что подняли на поверхность еще пять тел погибших. После аварии на Листвяжной в Фузбассе проверили десятки других шахт и выявили там массу нарушений. Например, неисправность электропроводки или необорудование пути эвакуации. А у некоторых рабочих просто не было спецодежды. После проверок власти возбудили 55 административных дел и одно уголовное. В Сочи состоялись трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Владимир Путин, Альхам Алиев и Никол Пашинян обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Главный итог встречи – соглашение о делимитации и демаркации границ между закавказскими республиками. Затронули и гуманитарный вопрос, который Путин назвал чувствительным для обеих сторон. Мы всегда исходили из верховенства принципа гуманизма и намерены и дальше продолжать работу в этом направлении. Также со стороны армянской стороны мы видим также настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой. Подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, который получил мандат от народа Армении на открытие эры мирного развития для нашей страны, для нашего региона. Встреча Путина, Алиева и Пашиняна продолжалась около трех часов. Политики, среди прочего, обсудили экономические вопросы, в частности восстановление транспортных коридоров, включая железную дорогу и автомобильное сообщение. Стороны также договорились повышать уровень стабильности и безопасности на Азербайджан-армянской границе. Когда переговоры закончились, президент России подарил Пашиняну и Алиеву по лавровой ветве. Алиева и Пашинян планируют и двустороннюю встречу. По предложению Евросоюза она намечена на 15 декабря в Брюсселе. Этой осенью ситуация на границе Армении и Азербайджана снова обострилась. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах. После страны заключили перемирие при посредничестве России, но оно было нарушено. В Украине почтили память жертв голодомора 1932-1933 годов общенациональной минутой молчания. По всей стране были приспущены государственные флаги. Памятные мероприятия проходят каждый год в 4 субботу ноября. Жители также присоединяются к акции, зажигают свечи и ставят на подоконник лампадки и колосья – символ этой трагедии. В 2006 году Верховная Рада признала голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа. Число жертв за этот период по разным оценкам составляет от 4 до 10 миллионов человек. Национальный институт памяти говорит, что половина умерших из-за режима большевиков – это дети и подростки. «Как могла власть тогда со всем этим жить? И годами, десятилетиями скрывать все эти преступления? Мы зажигаем свечу и мороз по коже. В этот день мы плачем. Плачем так тихо, что становится слышно наше молчание. В этот день мы чтим память миллионов наших погибших предков, молимся за души миллионов умерших украинцев». На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военный. В Минобороны страны говорят, что в последнее время сепаратисты стали часто использовать оружие, запрещенное минскими соглашениями. Например, сегодня стрельба велась из минометов крупного калибра. ОБСЕ сообщает, что на неподконтрольных Киеву территориях они зафиксировали российскую военную технику. По данным миссии, за линиями отвода стоят 30 танков в Донецкой области. Кроме того, они указывают, что наблюдателей не пустили в несколько населенных пунктов, которые удерживают вооруженные формирования. Ситуацию на востоке Украины должны были обсуждать еще две недели назад министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии. Но эта встреча не состоялась, потому что стороны не смогли договориться о совместном документе, который подпишут по итогам переговоров. «По телевизору смотрим, что переговоры идут, а облегчения никакого нет. Только на себе чувствуем, когда обстрелы. Вечером выйдешь, когда темно, трассирующие пульки летают, светятся. Если б было мирное время, сказал бы, бенгальские огни». «Летом не стреляли, сейчас вот начали. Остябрь, ноябрь, сейчас каждый день стреляют». «Непонятно, куда прилетит и где приземлиться. Страшно, конечно, потому что уже сколько лет мы в этом страхе живем. Уже восьмой год». Активист Константин Котов получил 9 суток ареста за пикет в поддержку правозащитного общества «Мемориал». Суд признал его виновным в нарушении порядка организации митинга. Котова задержали у здания Верховного суда России во время рассмотрения иска о ликвидации мемориала. По словам адвоката, причиной ареста стала публикация в Твиттере, где он сообщал о дате суда и приглашал желающих прийти на процесс. Котов уже был ранее осужден на четыре года колонии по так называемой «дадинской статье». Она касается неоднократного нарушения правил организации публичных мероприятий. Позже ему смягчили приговор и недавно он вышел на свободу. Евросоюз внес в черный список калининградскую авиакомпанию «Скол». Брюссель считает, что она не соответствует стандартам безопасности. «Скол» – единственный российский переводчик в списке из 97 компаний. Его флот состоит из 34 вертолетов и 10 самолетов. На официальном сайте «Скол» предлагал чартерные рейсы в любую страну Евросоюза из Калининграда для, цитата, «руководителей высшего звена». По меньшей мере 67 человек задержаны во время митинга в иранском Исфахане. Люди протестовали из-за нехватки воды. Накануне полиция разогнала демонстрацию, применив слезодачивый газ и дубинки. Десятки людей получили ранения, в том числе несколько сотрудников силовых органов. Протесты из-за дефицита воды продолжаются в стране уже около двух недель. Люди недовольны мерами властей по преодолению последствий засухи и требуют от правительства Ирана восстановить приток воды в реку Заиндерут. Раньше она была самой полноводной в регионе, но пересохла из-за бесконтрольного использования ресурсов. По оценкам специалистов, от дефицита воды сейчас страдает практически вся территория Ирана.